Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря индекс активности в сфере услуг Англии. Ждем его в 9.30 по GMT. Далее в 15.00 ASM сфере услуг США очень важный показатель, учитывая то, что это все-таки американская экономика и сфера услуг, которая генерирует больше 60% экономического роста США. За статистикой в США мы наблюдаем сейчас особенно пристально, потому что до еще заседания американского регулятора хотим понять, в принципе, какой риторики может придерживаться Федрезеров, какое решение будет примет касательно дальнейшего повышения процентной ставки или, скажем так, с процентной ставки уже все понятно и повышать не будут. Нужны просто более конкретные сроки начала первого снижения ставки. И в этом плане, чем хуже будут макроэкономические данные, тем, соответственно, больше сигналов и подтверждений, доказательств того, что текущая ставка 5,5% негативно влияет на американскую экономику. Сегодняшний отчет обязательно станет источником повышенной волатильности доллара. И, собственно, как и ранее, я по-прежнему удерживаю короткую позицию по индексу доллара и рассчитываю на то, что этот актив в ближайшей торговой сессии, если не до нонфармов, то, скорее всего, уже после них протестирует поддержку 103 пункта ровно. По поводу основных финансовых активов, за которыми мы следим, раз уж начали с индекса доллара, давайте продолжим. 103,50 текущие котировки. Опять же, статистика сейчас имеет принципиальнейшее значение. С прошлой недели у нас тянется индекс PCI, это индекс расходов на личное потребление. Уже говорил о том, что это наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерова в оценке инфляционной составляющей. Так вот, в прошлом месяце он снизился с 3,7 до 3,5%. Это минимальные темпы роста, скажем так, по данному индексу за последние два года. Перечные заявки на пособие по безработице, их общее количество сейчас составляет 1,93 млн. И это максимум за два года. Такая нездоровая тенденция, которая прослеживается или позволяет нам говорить о масштабе изменений за такой продолжительный период времени. Охлаждение рынка труда, еще одно доказательство снижения инфляционного давления, конечно же, влияет на позицию американского регулятора. Это уже можно проследить в отдельных комментариях представителей Федрезерова. Буквально всю прошлую неделю мы говорили о как раз риторике глав региональных отделений ФРС. И большинство из них поддерживают идею того, что зачем повышать ставку дальше или даже зачем удерживать ее на текущем уровне, когда очень много очевидных доказательств и предварительных даже опережающих индикаторов и признаков того, что снижение инфляции это устойчивый тренд, который набирает обороты и продолжается. Также на прошлой неделе был еще слабый индекс АСМ производственного сектора. Мы, в принципе, не ожидали каких-то чудес от этого отчета. И еще в прошлый понедельник были уверены, что когда выйдет этот релиз, мы получим еще одно подтверждение слабости данного сектора американской экономики. В центре внимания трейдеров в пятницу было еще выступление Паула. Последнее перед его пресс-конференцией по итогам заседания американского регулятора 13 декабря. И вот что здесь важно отметить. На самом деле риторика Паула не была мягкой. Он придерживался тех же тезисов, которые нам уже давно знакомы. О том, что решение по процентной ставке принимается непосредственно на каждом заседании. То, что ФРС готов поднять ставку, если это будет необходимо для того, чтобы снизить инфляцию. Говорить о том, что ставка находится на достаточно ограничительном уровне преждевременно. Если бы мы работали в условиях сильных макроэкономических данных и не наблюдали такого прогресса снижения инфляции, вы знаете, я бы интерпретировал такого рода комментарий как сигнал к тому, что американский регулятор не собирается отказываться от жесткой монетарной политики. Но мы-то с вами знаем, что в текущих условиях это просто последний аккорд каких-то намеков легкого налета на жесткий потекст. Именно в том, что проводилось с монетарной политикой. И в конечном счете очень скоро, уже в середине этого месяца, ФРС с большой долей вероятности скорректирует свой подход и планы по тому, что будет дальше с монетарной политикой. Я ожидаю, как уже отметил, все-таки намека на скорое снижение ключевой процентной ставки. И судя по инструменту FedWatch Tool, на который мы снова будем обращать внимание, вероятность снижения ставки в конце первого квартала сейчас составляет 45%. Вроде бы как ниже 50% и прям совсем не страшно, и это не индикатор, чтобы закладываться под смягчение экономической политики. Но если мы сравним этот показатель с вероятностью 20%, которая была буквально две недели назад, становится очевидно, что рынок начинает все больше верить в то, что грядет серьезная смена риторики Федрезерва и отказ от ястребиной риторики в пользу голубин. В общем, будем следить за долларом и пока что ориентироваться на дальнейшее снижение. Золото 2032 доллара за тройскую онсу. Всех, друзья, поздравляю, мы выполнили все прям сверхамбициозные цели. Сначала мы ждали 2000, потом 2050, потом ориентировались на исторические максимумы. Хайп по золоту – это новый исторический максимум – 2143 доллара за тройскую онсу. Причина – это эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, конфликта Израиля и Палестины. Рынок опасается, что не очень-то соблюдается сейчас условия прекращения огня и боится, что в этот конфликт будут окончательно увлечены также представители США. Это новая фаза конфликта. Дай бог, чтобы этого не произошло. Безусловно, в конечном счете, на рынок, на настроение это, безусловно, повлияло. Не нужно искать причину роста золота на открытии торгов в понедельник в том, что происходит с политикой Федрезерва. Потому что за выходные ничего не случилось. Единственное, что вот события, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Поэтому уверен, что именно геополитика была основным триггером. Что дальше? Я рекомендую сейчас в золото не лезть, тем более, что по сантименту. У нас почти 50 на 50. Нужно поблагодарить этот актив за то, что столько возможностей было нам подарено до конца этого года. И мы их все неплохо использовали. Британская валюта 1,2637. Цель 1,27 остается актуальной. Сегодня ждем индекс активности в сфере услуг. Думаю, что показатели останутся выше 50. По прогнозам, в принципе, так и ожидается. 50,5 этого будет достаточно, чтобы подогреть интерес к фунту и поспособствовать тому, чтобы пара вновь начала двигаться в районе отметки 1,27. Также попутным ветром для британского валюта выступает жесткая риторика Банка Англии, который не собирается менять процентную ставку и снижать. И точно не будет делать так быстро, как потенциально может сделать и ФРС. Доллар и иены. Эту позицию еще держу. Длинную позицию 147,10 текущей котировки. Несмотря на снижение инфляции, индекс потребительских цен в Токио снизился с 3,3 до 2,6%. Базовая инфляция пока остается высокая, 3,6%. Мы помним, что руководство Банка Японии дало сигнал того, что в ближайшие три месяца политика точно не будет скорректирована, потому что Банк Японии планирует получить больше свидетельства снижения инфляционного давления. Но на фоне роста заработных плат, которые продолжаются, я думаю, что устойчивого снижения инфляции и не будет. В общем, пока держу длинную позицию и думаю, что пара доллар-иена из-за новостного фона, прежде всего связанного с Японией, может снова вернуться в район 149-150. По австралийцу целей также 0,67. Буквально 10 пунктов нам вчера не хватило до нашего долгосрочного целевого ориентира. Сегодня состоялось заседание Зердного банка Австралии. Ставка прежняя 4,35, но были сигналы, что в случае появления признаков роста инфляционного давления ставка снова может быть получена. Эти признаки есть, мы знаем, на основании прогресса на национальном рынке труда. Поэтому 0,67 вполне реалистичная цель. И рынок нефти 78 долларов за баррель. Геополитика, эскалация конфликта Палестино-Израильского, решение ОПЕК и прежде всего Россия и Саудовская Аравия продлить добровольное сокращение производства России, даже увеличить добровольное сокращение, не оказало поддержку котировкам нефти. Это очень странно. То есть на рынке сейчас господствуют совершенно другие триггеры, может быть связанные с психологией, может быть с деятельностью отдельных крупных хедж-пондов. Я в таких условиях пока не хочу оставаться. То есть пока рынок не будет более логично реагировать на фундаментальный фон, не вижу слесообразным лежать длинные позиции. Поэтому закрыл ланги и ушел в режим ожидания. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.